всем добрый день забрал фанеру из шпанировки местная фирма покрывает шпоном значит сейчас дам ответ на тот вопрос который очень часто в принципе задают очень часто значит когда я шпанирую фанеру я шпанирую ее с двух сторон вопрос можно с одной стороны шпанировать конечно можно почему такой вопрос обычно задают цена если например скажем давайте я сейчас просто буду в гривне говорить в этом переведите себе чтобы вам было более понятно если вы не в украине там курс доллара сегодня например по 28 примерно скажем берем да вот лист фанеры 15 метр 25 на 250 стоит ну 1000 гривен до шпанировка с двух сторон фанеры еще 1200 гривен опять-таки это чисто примерно 1200 1400 то есть лист фанеры 15 покрытый шпоном ясеня с двух сторон метр двадцать пять на два пятьдесят у нас стоит 2400 гривен то есть шпанировка с двух сторон получается дороже чем сама фанера отсюда естественно вопрос а если зашпанировать с одной стороны можно можно но не нужно я думаю что здесь экономии будет не неуместны особенно если ответственные места ответственные скажем или детали вам обязательно нужно шпанировать с двух сторон по крайней мере я всегда так поступаю если например у вас будет какая-то столешня или что то еще вы с одной стороны зашпанировали с другой стороны вы хорошо притянули на клей там бруски усиление и тому подобное да тогда можно обойтись и на одну сторону но если например мы шпанируем только с одной стороны смотрите что у нас получается вот зашпанировали мы тоже длп это я специально я зашпанировал только с одной стороны потому что там дальше будете подклеиваться там шаблоны нам идут специальные но об этом немножко потом смотрите как и выгибает видно да ну это естественно это естественный процесс но так как я знаю зачем мне это надо то есть меня там будет идти еще подклейки очень много опять таки это как мы потом вот то есть что я имел ввиду если например будем шпанировать ту же самую фанеру с одной стороны ее будет выгибать то есть это 15 к или это 18 к я может не так не такими большими скажем прогибами но в любом случае это будет мы брали точно также например фанеру четверку или шестерку и и выгибает однозначно если шпон только у нас одной стороны это понятно да то есть шпон клей и ссыхание внутреннее напряжение и тогда видом подобных все зашпанировать это с одной стороны для того чтобы потом их дальше доклеивать это я так сделал специально даже были такие случаи когда я делаю например скажу это фасадах или еще что-то когда мне нужно радиус вгнутый и с тыльной стороны мне есть свои там какие-то моменты я специально делаю с одной стороны это специально но в любом случае когда мы покрываем фанеру любой толщины обязательно покрываем шпоном с двух сторон я понимаю что это дорого это дороже чем с одной но технологии есть технологии по крайней мере я так не рискую чтобы с одной стороны покрывать если даже я например делаю бакушки тумбочек или комода или еще что-то где с внутренней стороны там направляющие идут там ее даже не видно этой шпанировки по сути но в любом случае я покрываю шпоном бывали случаи что я например покрываю делаю заказ чтобы мне с одной стороны например сорт а с другой стороны например там даже тот же дубовый шпон какой-то там третий третий сорт или еще что-то но в любом случае подкладка идет даже когда мы занимались листья пластиком клеили пластик на мдф на дсп даже с той стороны с внутренней стороны мы делали подкладочный пластик даже под пластик опять же таки это понятно ответил да ответил показал рассказал ну и вот еще раз снимаю сверху да видно какой прогиб идет там где односторонные поклейки шпона а вот например вот эти вот две да вот видно они совершенно не это не шпонник или просто так чтобы чтобы показать вам для три вида то есть они они нормально себе в водном положении а эти вот соответственно вот и как повыгибала так я думаю что объяснил показал рассказал популярно опять же таки кому будут вопросы точнее у кого вопросы есть и кому что-то непонятно пишите звоните будем отвечать